Почти 300 спортсменов участвовали в первенстве России. По тяжелой атлетике команду Белгородской области представляли всего 8 спортсменов. Четыре из них староскольцы. Единственный претендент на медали призер ЦФО Владимир Гуркин. У него был соперник, мальчик из Северной Осетии, который выиграл чемпионат мира. Он ЦФО с ним соперничал, потому что мальчик давал параллельный зачет еще в Московской области. Она входит в наш центральный федеральный округ. Поэтому он и наш мальчик сильный, но тут немножко сильнее. Первенство России собрало лучших молодых тяжелоатлетов в Оскол всех листей, кто уже через пару лет будут в составе отечественной сборной. Тяжелая атлетика всегда приносила медали на всех чемпионатах мира, первенствах, мира, олимпийских играх. И вот из этих ребятишек, которые сейчас выступали, показывает очень высокий уровень спортсменов в Гатковке, которые придут в сборную команду России, а затем уже и в основной состав. Спортсмены понимают, что сегодняшняя победа – это возможность попасть на карандаш тренерского штаба и выступать на международных соревнованиях. Однако для начала нужно обыграть соперников на российском первенстве. А это непросто. Да, это, конечно, жесткая конкуренция. Соперников ценить можно. Что касается староскольцев, то лучший результат показал Владимир Гуркин. В весовой категории до 77 килограммов парень почти добрался до пьедестала почета, остановившись в шаге от бронзовой медали. Однако результат в целом удовлетворил атлета. Четвертое место первенства страны говорит о том, что в Осколе появился перспективный штангист.